На 15-й котельной, что в Дагомысе, глобальная подготовка к отопительному сезону началась ещё в мае. Здесь провели реконструкцию всего оборудования. Старая исчерпала свой ресурс. Новая, автоматизированная и намного экономичнее. Модернизация котельная, чтобы улучшить качество работы котельной, значит, тут экономия электроэнергии, воды. В общем, ноу-хау, так сказать. Через три дня мы должны сделать основные врезки, уже коллектора, уже полединенные трубы. И где-то 26 числа мы будем делать пробный пуск. В целом, подготовка города к зимнему отопительному сезону на завершающем этапе. 90% котельных готовы подавать тепло в дома. Об этом мэру доложил его заместитель Алексей Толмачёв. А также озвучил сложности с поставкой газа в связи с задолженностью за голубое топливо. Договорились, что в течение месяца наша Сочи Теплоэнерго предпримет ряд мер кредитного характера. Мы прорабатываем возможность муниципальной гарантии под данные заёмные средства. Меня волнует управляющая компания, потому что мы понимаем, что главная задача – обеспечить теплоснабжение и горячее водоснабжение именно конкретные дома. Но, как показало ли наше проверочное мероприятие, что не все управляющие компании эту работу провели. Какие меры мы предприняли к этим управляющим компаниям, предпримем. И будет ли у нас гарантия, что к отопительному сезону все до единого домовладения и многоквартирные жилые дома будут с теплом. В 2012 году Сочи Теплоэнерго через кредитные инструменты приобрела приборы учёта, на 700 с лишним домах поставила. Сейчас из этих 700 приборов порядка 300 не работает. И вот здесь управляющие компании нас подводят. Они не желают эксплуатировать приборы и ремонтировать. И нам пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Мы совместно ряд компаний отработали, выписаны предписания. Там 20 дней идёт процесс разбирательства. Затем штрафные санкции от 150 до 300 тысяч рублей на юрлицо, нарушившее законодательство о подготовке к ОЗП. Я думаю, что штрафные санкции подтолкнут их. Оттолкнут? Но мы когда получим паспорт готовности к отопительному сезону? У нас по практике это с 11 по 16 ноября выход документа непосредственно. Лазаревский район уже сдал документацию, готов получить паспорт готовности. В остальных трёх районах завершаются проверки. Приказ от Ростехнадзора ожидается в ближайшие дни. Инга Габейшая, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.